Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и которыми хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи из интересной книги». Сегодня в гостях Гай Кавасаки и книга «Стартап» «11 мастер-классов от экс-евангелиста Apple и самого дерзкого венчурного капиталиста Кремниевой долины». Маркетолога, конечно, видно издалека. Мне было интересно узнать, какая из организаций или на каком из ивентов выручают награду самый дерзкий венчурный капиталист Кремниевой долины. Кавасаки такой, Кавасаки. 54-го года рождения. Гавайец. Один, наверное, из 10 самых видных работников компании Apple. 84-й год, компьютер Macintosh и появление концепции евангелизма. Вот этот вот слой пользователей, горячих приверженцев продукта, которые готовы в огонь и воду. Ну, в общем, сегодняшним, я так думаю, потребителям, ну уж тем более маркетологам, вообще нет смысла объяснять, кто такие евангелисты. А вот в 84-м году, в начале 84-го года такого явления не было вообще. И Кавасаки придумал его, внедрил, и мы можем видеть, что институт евангелистов, он, наверное, самый сильный у Apple, гораздо более сильный там, чем у других компаний. И, возможно, за счет этого Apple достиг того, чего достиг. Ну, конечно же, благодаря гению Джобса и дизайнерским всяким изыскам. Но, тем не менее, вот на текущий момент термины евангелизма, он повсеместно используется в IT. И заодно это уже стоило бы сказать Кавасаке большое спасибо. И, в общем-то, ознакомиться с его книгой. Что еще? Он практик. Это очень круто. Это нечасто встречается в наших книгах. Ну, вернее, в тех книгах, которые попадают в обзор 10 фактов, 3 задачи. Он глава венчурного фонда, он серийный предприниматель. Он, в общем-то, сейчас активно инвестирует. И именно поэтому практическую полезность книги «Стартап» тяжело переоценить. Это уже третья книга цикла. Ранее мы разбирали книги Майка Миколовица «Стартап без бюджета» и Джейсона Фрайда «Книга реворк. Бизнес без предрассудков». В общем-то, Кавасаке продолжает, там будет еще несколько книг, продолжает серию вот этих практических материалов для молодых предпринимателей, которые хотели бы начать свой бизнес, но хотели бы начать, но не знают, с чего начать, знаете ли. Не знают, как сделать вот этот свой первый шаг. И это, кстати, третья книга, которую я пью с хорошим французским. Вино Барон Дориньяк Сера Розе, 2018 года. Свежее, молодое. Очень летнее. 100% Сера. Ранее мы с этим же самым вином разбирали Киосаки и Талеба с папами богатыми и бедными и лебедем. Черным и эффектом непредсказуемости. Аромат все такой же. Фруктовый, малиновые нотки. Немножечко клубники, немножечко фиалки. Идеально к какому-нибудь большому кусочку красной рыбы. Или, может быть, паста с морепродуктами. Но книга стартап тоже, знаете ли, подойдет весьма. Значит, книга написана в формате вопрос-ответ, содержит 11 глав. Из 11 глав сделать 10 фактов смертоубийства, потому что непонятно, кто тот единственный, кого мы порежем. Но, в общем-то, вроде бы получилось. Практически дельные советы предпринимателям, бизнесменам и просто обычным стартаперам, людям, которые хотят открыть свое дело. Книга, надо отметить, что она была написана еще в начале 2000-х годов. Но, во-первых, она была написана для англоязычного рынка. Мы, как известно, отстаем от него 5-6-7. Иногда до 10 в некоторых сферах и отраслях до 10 лет. Поэтому советы, которые есть там, они не утратили свою актуальность до сегодня. И вот основные 10 из них. На первом же совете нужно отметить одну очень важную штуку. То, что мы привыкли называть капитаном очевидность. Создавайте полезные товары и услуги. Конечно, если вы создаете бесполезные товары и услуги, то никогда вам в жизни не быть успешным и не разбогатеть. А вот возьмите и создайте полезный. И да, и нет. Ну да, капитан очевидность, наверное, все-таки чуть-чуть да. Но нет в той части, что очень много вещей. Вот я за свой не очень большой жизненный опыт, общаясь с большим количеством разных предпринимателей, менеджеров, людей, которые пытаются начинать свой бизнес, людей, которые уже успешные, столкнулся вот с какой проблемой. Я назвал ее очевидно невыполняемая. То есть существуют вещи, которые входят в список капитана очевидности. Но при этом, если вы начинаете разговаривать с людьми и задаете им вопросы, понятно ли вам, что нужно создавать полезный товар и услугу? Да, понятно. А как вы меряете, что ваш товар или услуга полезный действительно? Ну, мама сказала, что полезно. И вот это как раз и есть та самая часть капитана очевидности, которая важна. То есть мы все знаем это, но почти никто этого не делает. И очень много в книге будет как раз таких вещей, которые вроде бы теоретически нам всем понятны. И что об этом еще говорить, зачем об этом еще раз, уже сказано-пересказано. Но тем не менее, мы все равно не делаем. Миссия вашей компании – это счастье. Счастье в результате взаимодействия с вашим товаром или услугой, с вашим продуктом. Избавление от каких-то страхов, болей и всего такого. И в таких случаях обязательно будет и отклик, будет и прибыль. Делать добро, как говорит нам Кавасаки, я с ним абсолютно согласен, гораздо лучше и, чего уж там греха таить, перспективнее, чем просто делать деньги. Поэтому формулировка миссии компании, кроме того, чтобы создать полезные товары и услуги, она очень важна. Вот миссия – это то, что вы можете, в общем-то, как вы можете передать эмоциональное состояние от взаимодействия с вашим товаром и услугой буквально в одном-двух предложениях для клиента. Она должна быть краткая, понятная и, в общем-то, полезная для людей, которые впервые сталкиваются с вашей компанией. Система ВРЗ, которая должна быть внедрена у вас на этапе планирования вашего предприятия, того, чего вы будете делать, вашего стартапа. В – это вехи, Р – это расчеты и З – это задачи. Вехи – это такая, в общем, штука, она в американском переводе имеет, наверное, наиболее близкую формулировку. Это мейлстоуны. То есть это не просто путь, это еще и отметки на этом пути, на которые вы ориентируетесь. Для того, чтобы отметки были хорошими, они должны быть, как задачи по смарту, измеряемыми, достижимыми, конкретными. И вот вы планируете себе, что через 10 дней вы выпустите прототип, через 25 дней вы раздадите прототип лидерам мнений, первым потребителям и тем, кто являются ранними тестерами. Через 100 дней вы получите первый отклик, через 500 дней вы внесете изменения и выпустите продукт, через 1000 дней станете операционно прибыльными. Вот это и есть вехи, помноженные на расчеты, и из них формулируются задачи. Очень простая штука, очевидно, не всеми используемая в работе, иначе бы все стартапы, если скрупулезно подходить к этому и делать все системно, проставлять вехи, делать на основании вот этих проставленных основных точек расчеты и формулировать из них задачи. В общем-то, и самое главное, это сделать еще на этапе, на самом первом, до того, как вы вкладываете ресурсы в развитие, для того, чтобы было понятно, куда инвестировать в первую очередь, куда во вторую, и что вы хотите получить в конечном итоге. Позволяет увидеть картину полностью. Так вот, если бы все делали это, то наверняка бы количество стартапов, погибающих в первый год, не было бы таким ужасающим. Очень часто мы попадаем в ловушку человека, погруженного в собственное раздумие. Вы вынашиваете какой-то план, какой-то продукт, услугу, вы проживаете с ним до того момента, как оно сформулируется в уже оформленный вид, проживаете какое-то количество времени. Если повезет там неделю-две месяца, если не повезет несколько лет. И погружаетесь в это все. И очевидно, что на этапе выпуска продукта, когда он уже появился на свет, многие вещи, кажущиеся для вас очевидными и понятными, таковыми не являются для клиента. Логотип, который вы сделали, который вам кажется абсолютно понятным, вообще непонятен для клиента. Набор уникальных торговых каких-то качеств, которые вы для себя сформулировали, они вообще не резонируют у клиента. И что вы продаете, как, почему, какая добавочная стоимость этого. Вот уверены ли вы на этапе, когда продукт уже готов выйти на рынок, что... То клиент понимает, что вы продаете и за что он должен вам заплатить денег. Если вам снова и снова приходится это объяснять каждому новому покупателю и нет вот этой очевидной связи с целевой аудиторией, значит, что у вас проблема с позиционированием бренда. Самый легкий способ избавиться от этого, и в этом, конечно, есть некая ухмылка судьбы, именно в книге Кавасаки мы говорим об этом, это фокус-группы. На ранних стадиях вы выбираете нескольких человек, которые подходят под вашу целевую аудиторию, задаете им вопросы, показывая картинки или знакомя их с брендом. Ухмылка судьбы заключается в том, что Кавасаки был одним из самых крутых сотрудников компании Apple, руководитель которой, Стив Джобс, все время был против фокус-групп и говорил о том, что не дело, значит, клиентов указывать нам, что нам делать. Мы знаем лучше, поэтому никаких фокус-групп не надо. Если вы обладаете визионерством не меньшим, чем у Стива Джобса, то, конечно, настраивайте, в общем-то, самостоятельно всю эту историю без фокус-групп. Если вдруг вы в чем-то сомневаетесь, ничего зазорного в том, чтобы поспрашивать у людей, я не вижу. И в этом смысле Кавасаки со мной согласен в четвертом тезисе, в той части, что рассказывайте о своей идее как можно большему количеству людей. Это нужно делать на любом этапе. Ну, во-первых, Кавасаки прав в той части, что огромное количество стартапов было загублено из-за того, что человек не может просто правильно сформулировать идею своего бизнеса слушателям. В голове у вас все идеально разложено по полочкам. Но как только вам кто-то задает вопрос, а чем вы занимаетесь, то тут же у вас в голове, знаете, вот эта обезьянка, которая хлопает в тарелке и больше ничего не происходит. А если вдруг и последуют еще какие-то дополнительные вопросы, а в чем-то ваша ценность дополнительная, или знаменитый вопрос про маржу, то наверняка тогда вы, в общем-то, прикинетесь мертвым. И в этом плане собеседники на любом из этапов создания вашего бизнеса, они будут вам полезны. Во-первых, вы оттачиваете скиллы и учитесь формулировать мысль. Во-вторых, вы работаете с возражениями, потому что чаще всего люди будут настроены скептически. И самое важное вот в этот момент не дать им посеять зерно сомнения вашей идеи. То есть каждый из них на вашем пути дарован вам в заколение вашей вот этой вот идеи, проверки ее на жизнеспособность, но не в том, дарован вам не для того, чтобы вас сломать. Поэтому отвечайте на вопросы, на те вопросы, на которые можете ответить сразу, выписывайте, но обязательно находите на них ответы, ведь каждое возражение – это возможность вам улучшить свой продукт. Ну и, конечно, на этапе, когда продукт уже готов, все равно общайтесь с людьми, предлагайте этот продукт бесплатно, собирайте фидбэк, это самое ценное, что у вас может быть. При этом цените время, пожалуйста, других людей, об этом говорит Кавасаки, об этом говорю вам я. Очень важно говорить по делу, очень важно уметь вычленять самое главное, и очень важно главные вот эти вот, знаете, спроси маму. Очень хорошая книга, она у нас была когда-то в обзоре, будет ссылка в описании. Там вот история про то, как, в общем-то, выкристаллизовать идею на основе общения с максимальным количеством людей. Бизнес-план. Да, у меня был план, и я его придерживался, говорил победитель. Гонок в ответ на вопрос, был ли у вас какой-то план и придерживались ли вы его. Документ – это необходимый этап достижения поставленных целей. Вы не любите рутину и не любите вот эту бумажную волокиту, делегируйте кому-то, но тщательно вычитайте и проверьте его, потому что правильно составленный бизнес-план, с одной стороны, это история про инвестиции, про то, чтобы привлечь каких-то инвесторов для получения ресурсов развития вашего бизнеса, а с другой стороны, он вам помогает структурировать мысли, классифицировать информацию и определить будущие задачи, сложности, с которыми вы, возможно, столкнетесь. После того, как бизнес-план готов, вы структурировали мысли, если вам это нужно, не забывайте о том, что можно привлекать инвесторов. Конечно, Кавасаки говорит в основном про тот самый знаменитый рынок Соединенных Штатов, где есть длинные деньги, где есть очень крутые, институционально развитые инвестиционные фонды, как венчурные, так и портфельные, в общем-то есть бизнес-ангелы, вот это вот все, но и на нашем современном славянском рынке тоже не так сложно найти инвестора, если в этом есть необходимость. В конце концов, есть друзья, есть семья и есть банковские займы. У вас должны работать люди, которые лучше вас. Этот тезис я впервые услышал у Стива Джобса, он говорил о том, что зачем нам нанимать людей, которым мы будем говорить, что делать, лучше мы будем нанимать людей, которые скажут, что делать нам. В общем-то, в этом плане Кавасаки достойный ученик своего учителя, он тоже говорит о том, что вокруг вас должны быть люди, поскольку вы еще и среднеарифметическое 5-6 человек, которые вас окружают, соответственно, если они будут хуже вас, то ваша текущая оценка на рынке понизится. Если они будут лучше вас, то они вас будут подтягивать, оценка повысится. Берите на работу тех, кто лучше, тут же увольняйте тех, кто слабые, платите чуточку выше, чем на рынке, еще лучше выдавайте опционы или привязывайте результаты работы к бонусам, тогда люди будут понимать, зачем они здесь не просто ради фиксированной зарплаты, а ради того, чтобы развиваться и каждый день становиться чуточку лучше. Выбирайте партнеров так, чтобы вам были выгодны эти отношения. Очень модное сейчас течение в инвестициях, которое называется Smart Money, когда небольшие стартапы идут за инвестициями не для того, чтобы получить там условные 50, 100, 200 тысяч долларов, они могли бы прожить без этих денег, они получают так называемые умные деньги и экспертизу фондов, потому что как только фонд инвестирует какие-то деньги, как правило, он в операционную деятельность, в борт заводит еще и каких-то своих представителей, может быть финансового директора, может быть маркетологов, может быть операционщика или еще кого-то. В этом плане выгодное партнерство – это то партнерство, которое усиливает вас не только деньгами, но и еще какими-то возможностями, которые вы получаете в результате этого партнерства. Ну, не бойтесь разрывать партнерские связи, если они изжили себя, это, знаете, совет, применимый вообще, наверное, ко всем сферам. Всем нужно новое. Будьте готовы к этому самому новому, подходите во всеоружии, к новым возможностям. И даже, я бы сказал, наверное, Кавасаки согласился бы со мной, что не будьте готовы к новым возможностям, а провоцируйте эти самые новые возможности. Когда вы начинали бизнес, у вас были определенные представления о вашей целевой аудитории, и проходит время, с одной стороны, у вас изменились знания, вы стали более лучше понимать, что им нужно, как они принимают решения о покупке, а с другой стороны, и целевая аудитория становится совсем другой. И если вы не провоцируете новые возможности, то вы проигрываете, потому что для того, чтобы взаимодействовать с целевой аудиторией на продолжительном периоде, на продолжительном отрезке времени, вам нужно постоянно перестраиваться. Я застал в одной из компаний, которая была очень успешной, была лидером рынка, застал смену парадигмы взаимодействия клиентом с этой компанией. Очень сильно целевая аудитория стала моложе и поменяла каналы коммуникации. Она ушла в условные снэпчаты, инстаграмы и прочие фейсбуки, в то время как компания была всю жизнь нацелена на результаты поисковой выдачи и MySpace условный какой-нибудь. И это компанию погубило, потому что она не поняла, что такое новые возможности и как взаимодействовать в эпоху Пинтереста с людьми, которые совсем по-другому теперь принимают решения о покупке. Поэтому будьте готовы к новым возможностям и все у вас будет хорошо. Ну и, конечно, привлекайте внимание. Это классический нетворкинг и классическая американская история, когда нужно спросить, как у вас дела, улыбнуться, не дожидаясь ответа, идти спрашивать, как у вас дела, уже следующего человека попутно доставая визитку из кармана. Не скромничайте, говорите миру о вашем проекте, о пользе, показывайте наглядно преимущества. Никто не знает, какое количество контактов вам нужно для того, чтобы случился тот самый золотой контакт, который поменяет вообще всю историю. Его величество случаев правит балл все так же. Ваша задача только продуцировать как можно большее количество вот этих контактов, чтобы один из них стал переломным для вас. Заражайте идеей всех вокруг. Да, возможно, будут крутить пальцем у виска, они все вас будут понимать. И, как говорил Чичваркин, если из 100 раз 99 вас посылают, значит вы на грани успеха. Тут может быть точно такая же история. Привлечение внимания всегда связано с тем, чтобы нарожаться на какой-то скепсис от окружающей среды, но без этого никак не состоится вот тот самый золотой контакт, золотая встреча, которая приведет вас к успеху. Вот так очень быстренько мы пробежались к Кавасаки, потому что нечего его зачитываться, надо вставать, идти и делать. Для того, чтобы делать, вам нужны три задачи, что же делать. Надеюсь, что вы прочитаете эту книгу самостоятельно и ваши три задачи будут у вас персональные. Пока расскажу вам о своих. Их я записываю в букнот, блокнот для осознанного чтения, про который можно почитать на сайте буква.инфо в разделе «Букнот». Это такой специальный блокнот, который мы придумали для того, чтобы вы могли структурировать мысли из книги, записывать основные факты, из них формулировать задачи и читать советы по скорочтению на каждой странице этого блокнота. Они разные, тем самым увеличивая свою скорость чтения, потому что это одно из самых основных конкурентных преимуществ у вас на сегодняшний день. Читаете 10 книг за месяц, а ваш ближайший конкурент читает 10 книг за год, это значит, что вы в 12 раз быстрее, чем ваш ближайший конкурент. Поэтому скорочтение нужно развивать вообще в любом случае. Значит, задачи. Первое – сделать максимальное количество визиток с описанием бизнеса, оставлять их везде, где только можно. Такси, кафе, рестораны, случайные знакомые. В общем-то, вот это вот приставание даже нет. Нет, первая задача – это не приставание, это просто вокруг себя рассеивание информации про те вещи, которыми я занимаюсь. Вторая задача – это заводить по 5-10 новых знакомств каждый месяц. Это, знаете ли, в 19-20 веке это было бы достаточно проблематично, потому что задача – заводить не случайных 5-10 новых знакомств в метро, а полезных из той сферы, которой вы занимаетесь. И сегодня в этом нет вообще ничего сложного, потому что у вас есть Facebook, у вас есть LinkedIn. Вы можете очень легко находить людей, которые занимаются тем же, чем занимаетесь вы в других городах, а то и странах, и они не будут видеть ничего зазорного в том, чтобы подружиться с вами, обменяться какими-то знаниями. И в этом плане очень круто прокачивать себя в рамках этих 5-10 новых знакомств и получать какие-то полезные инсайты или просто приятно общаться с людьми. И третья задача – создать систему отбора персонала, которая выявляла бы не только профессиональные, но и личные качества соискателя. Набирать только тех, кто разбирается лучше, чем я, и платить на 20-30% выше рынка, в том числе за счет опционов, бонусной системы и всего остального. Я в рамках этой задачи, когда ее прорабатывал, познакомился с такой системой подбора персонала, как DISC. Это система анкетирования на предмет, в общем-то, хардскиллов, личных данных, того, что из себя представляет человек, которого вы пытаетесь взять на работу вне зависимости от его профессиональных навыков. Крутейшая система, ничего лучше с точки зрения предсказуемости поведения человека по результатам этого тестирования я не встречал. То есть люди, которые проходят DISC, они даже если, у нас были случаи, даже если хотят его обмануть, у них все равно не получается. И то, что говорит DISC о человеке в результате этого тестирования, оно прям с 90% вероятностью сбывается в дальнейшем. Рекомендую вам, кстати, если вы профессионально занимаетесь подбором персонала и вдруг не знаете еще про эту систему, то обязательно с ней познакомьтесь. Пролетел мимо Кавасаки и стартап. Третья книга в рамках книг для молодых предпринимателей, которые мы будем продолжать собирать в такую небольшую подборочку. Проект читай быстро, буква.инфо, говорим о книгах, говорим о скорочтении, говорим о осознанном чтении. Проверяем вашу скорость чтения, выдаем сертификаты по урлу буква.инфо.рапид. Можно прочитать текст, ответить на вопросы и узнать, какая у вас реальная скорость и осознанность чтения. После чего получить советы по тому, как ускорится. И, в общем-то, продолжать с нами дружить, читая на блоге подборки книг. Вот такие выжимки в рамках 10 фактов 3 задачи. Или изучая наши тетради для увеличения скорости чтения. Подходит к концу бутылочка розовой серы. Очень хорошее вино, хорошие книги, хорошие вы. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте палец вверх, пишите комментарии, ставьте колокольчик в комментарии. В общем, то все, зачем вы обычно приходите на YouTube. Мы продолжаем. Впереди какая-нибудь интересная, полезная книга и какое-нибудь легкое, прохладное вино. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok